Ежедневно миллионы интернет-пользователей оставляют свои персональные данные на сайтах и в социальных сетях, где-то не глядя, ставя галочки в пользовательских соглашениях, даже не открывая их. Ну а какие-то ресурсы и такой опции не представляют. По данным прошлого года в России в открытый доступ попало почти 700 миллионов записей с персональными данными. Как будут использоваться эти сведения? В лучшем случае это обернется навязчивой рекламой, а в худшем вами заинтересуются мошенники. Что такое персональные данные, как они распространяются и какие существуют механизмы защиты? Об этом в ближайшие 30 минут. Вы смотрите программу «Город С». Я Галина Топилина. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры Государственного и Административного права Юридического института Самарского университета, эксперт в области информационного и цифрового права Владислав Волков. Здравствуйте, Владислав Эдуардович. Здравствуйте, Галина. Сейчас так много говорят о защите прав человека, о персональных данных, но закон о защите персональных данных был принят только в 2000-х годах. А что было до этого? Люди не задумывались о том, что такое персональные данные и что их надо защищать? Да, Галина, действительно, закон о персональных данных, который действует сейчас, принят еще в 2006 году. До этого закона было несколько подзаконных актов, но вообще проблема защиты персональных данных встала в связи с тем, что они могут легко обрабатываться и храниться, передаваться с использованием учрительной техники. И еще с 80-х годов прошлого века в Европе действует документ, конвенция о защите прав субъектов персональных данных. И вот для того, чтобы эту конвенцию ввести в российское законодательство, и был принят закон 2006 года, но надо понимать, что этот закон существенно поменялся с тех пор, и если в 2006 году это был скорее такой рамочный правовой акт, который далеко не все понимали, как применять, то сейчас есть наработанная практика у Роскомнадзора и других органов для того, чтобы правильно понимать требования этого закона и исполнять их. То есть все дело в интернете, развитие эры интернета, так получается? В целом, да. Это связано с развитием компьютерной техники, с развитием информационных технологий. Потому что если бы технологий не было, то персональные данные сравнительно сложно было бы обрабатывать так, как мы делаем это сейчас. Давайте разберемся, что же относится к персональным данным. Насколько я понимаю, какого-то закрытого перечня не существует. Как к людям разобраться в этом? Ну, действительно, мы начали с того, что закон принят в 2006 году и действует до настоящего времени. Но он сильно поменялся, в том числе и в том, как понимаются персональные данные. Персональные данные в законе 2006 года, они были вполне конкретны. То есть там был даже примерный перечень того, что считалось персональными данными. До фамилии, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, сведения об образовании, о профессиональной деятельности. А сейчас такого перечня в законе нет. Персональные данные – это любая информация, которая относится или может быть отнесена к прямой или косно определяемому лицу. И это сделано сознательно, такое широкое определение персональных данных для того, чтобы даже в тех условиях, когда мы оставляем очень много следов, и все они могут обрабатываться автоматически, вот не было такой ситуации, когда какой-то след не учли и не защитили человека вот именно в этой области. Чтобы всесторонне обеспечить защиту человека, и сделать такой перечень, который является максимально широким, и поэтому просто перечислить все виды персональных данных очень сложно. Ну, то есть, если говорить об интернете, то любой след человека в сети будет считаться его персональными данными? Ну, вот можете какие-то привести неожиданные примеры, что может быть персональными данными? Нет, разумеется, не любой след, оставляемый человеком, является персональными данными, а только тот, который указывает на определенное лицо. Или такой след, который в совокупности с другими следами может на него указать. Ну, вот пароль, например, который человек вводит, чтобы какой-то ресурс. — Сам по себе пароль, согласно современной позиции Роскомнадзора, к персональным данным не относится. Но вот если он будет связан с конкретным лицом, будет установлено, что Иванов Иван Иванович имеет такой-то логин, такой-то пароль, то это уже можно отнести к персональным данным и защитить эту информацию. Даже если вы просто заходите на сайт, не оставляя там регистрационных данных, не вводя логин и пароль, вы тем не менее оставляете следы о том, что вы там находились. — Но это же информация о машине, о компьютере, а не о человеке. — Да, эта информация, безусловно, идентифицирует конкретное устройство, с которого человек выходит. Но ведь там человек тоже есть, не само устройство выходит в интернет, а человек, который управляет им. И благодаря соединению разных сведений, сведений об IP-адресе, о разрешении экрана, о процессоре, операционной системе, о браузере, в принципе, можно установить или, по крайней мере, серьезно ограничить круг лиц, которые могли с этого компьютера выходить в интернет. — А изображение человека относится к персональным данным? Ведь по изображению, по фотографии нельзя идентифицировать человека? Можно изменить внешность как-то? — Фотографическое изображение человека является персональными данными, и здесь не стоит недооценивать мощность современных технологий. Благодаря изображению, конечно, можно установить конкретное лицо. Сейчас это возможно. — Но можно же изменить внешние данные какие-то. — Разумеется, можно изменить внешние данные, но тогда это будет уже измененная фотография. А вот оригинальное изображение человека — это персональные данные. И здесь есть потенциальная опасность. Потому что если мы соединим изображение гражданина, адресовое место жительства, традиционные привычки, которые тоже можно собрать, информацию о них с помощью интернета, то тогда мы получаем полноценный цифровой след, который можно использовать как во благо, так и во зло. — Почему человек должен понимать, кто с какой целью собирает и обрабатывает его персональные данные? Надо ли вообще это знать? — Да, безусловно, это желательно знать. Понятно, что абсолютно все ваши персональные данные вы проконтролировать, скорее всего, не сможете. Но наиболее чувствительные данные следует предоставлять только тому оператору, который вами признан надежным, которому вы доверяете. Потому что сам оператор, если в его виде не находятся данные, уже определяет и меры защиты персональных данных, там, организационные, технические, любые. И он несет ответственность за обработку этих данных. Ну а если обработка произведена с нарушением закона, то эти данные могут ведь и утечь. И сейчас мы знаем много примеров, особенно начиная с 2022 года, в связи с международной напряженностью, которая возникает сейчас. Есть случаи атак на российские сервисы и их база данных. И вы начали наш разговор с того, что более 700 тысяч записей, а запись, что означает запись? Да, извините, миллионов, да. То есть это в несколько раз больше, чем население России. Получается так, что если мы просто математически посчитаем, окажется так, что об каждом гражданине не один раз произошла утечка. Как используются эти данные, которые утекли? Что с ними делать? Ну вот навязчивая реклама, я тут уже привела пример такой, может быть. Ну это очень большой перечень целей. Все что угодно. Все что угодно. Это и таргетированная реклама, которая будет вам предлагать наиболее релевантные вашим интересам товары или услуги. Это в принципе неплохо. И интернет как раз то место, где мы можем получить персонализированные рекомендации в обмен на наши персональные данные. У нас создается ощущение, что нас подслушивают, когда мы что-то скажем вслух или введем в поисковой строке. Да, здесь просто нужно понимать, что любая информация, которая создана в интернете, она там останется. И скорее всего будет использована. Это же цифровой след. А это тоже персональные данные, кстати, вот в поисковой строке, когда что-то... ДНС-запросы в российской практике пока мне неизвестно, чтобы они относились к персональным данным. За рубежом, да. Вот в Европе там действует общий регламент Европейского Союза по защите персональных данных. И там защита чрезвычайно на высоком уровне находится. И иногда даже становится навязчивой. И, например, когда мы посещаем сайты, мы оставляем там так называемые куки, куки-файлы, которые записывают как раз наше поведение на сайте, вплоть до того, как мы двигаем мышкой или пальцем ведем по экрану телефона. Это же все тоже может составить какой-то человек, портрет. Да, и там все это признано персональными данными. И требуется отдельное согласие гражданина на то, чтобы эти данные сайт использовал. Поэтому вот те навязчивые иногда бывают сообщения, которые сайт демонстрирует в ответ на ваш даже вход на этот сайт. Когда вы входите, появляется баннер, и там предложение согласиться с использованием куки-файлы. Это ответ на требования законодательства. Это не просто потому, что владелец сайта решил у вас почему-то спросить согласие. Это требуется по действующему праву. Если человек не хочет оставлять свои персональные данные, сейчас же практически все услуги и все, что происходит в настоящем мире, оно все сопутствует этому сбору персональных данных. А если человек хочет получить эту услугу, но не хочет оставлять свои персональные данные, есть ли тут какой-то конфликт интересов, как он регулируется? Да, разумеется, закон содержит такое условие, что человек не должен быть обязан к передаче его персональных данных, если это прямо не предусмотрено законом. Закон, например, предусматривает обязательную дактилоскопическую идентификацию для, например, лиц, совершивших преступления, содержащихся в местах лишения свободы. Это нормально, сложившаяся практика подтверждает, что это естественный и правильный порядок вещей. Но так, чтобы принудить к тому, чтобы человек дал свои персональные данные под страхом того, что он не получит услугу. Нет, закон это однозначно запрещает, особенно в части персональных данных, которые отнесены к биометрическим. Существует специальный закон о единой биометрической системе, и там особенно подчеркнуто, что такие данные человек не должен быть обязан сдавать. А если уж сдал, то он может потребовать их прекращения немедленной обработки. Это требование закона. Поэтому, да, здесь могут быть другие варианты. Например, человек не получит скидку, если он не предоставит свои персональные данные, или получит кредит на менее выгодных условиях. Такое теоретически можно себе представить. Или другая ситуация. Работник, например, отказывает работодателю в предоставлении его фотографий для размещения, там на сайте, может быть, еще где-то в социальной сети. Ну и тогда не получает каких-то стимулирующих выплат. Такое можете представить. Но так, чтобы, если вы не предоставляете свои данные, вам отказали полностью в какой-то условии, это невозможно. Сколько хранятся персональные данные? Это определяет оператор. В зависимости от того, какая цель обработки, оператор определяет порядок, условия обработки, в том числе сроки хранения этих данных. И мы можем сейчас, как обыватели, на некотором уровне доверия рассуждать, удаляет он их или не удаляет, мы же не знаем. Вот да, удаляет он их в итоге. Но я должен сказать, что Роскомнадзор очень внимательно следит за этим. И каждый оператор на самом деле обязан совершить довольно большое количество действий для того, чтобы начать обрабатывать персональные данные. И тем более обрабатывать их правильно. Поэтому здесь определенная гарантия того, что они действительно удаляются, есть. Это все документируется и можно проверить. А как же быть с теми данными, которые в интернете собираются? Мы же знаем, что то, что в интернет попало, там навсегда остается. Во-первых, я здесь не совсем с вами соглашусь. Есть такой порядок уничтожения персональных данных, как стирание без возможности восстановления. И такое действительно происходит. Другой вопрос, что наши контрагенты, в основном коммерческие предприятия, они заинтересованы в накоплении максимально большого объема данных о своих клиентах, о своих потенциальных клиентах для того, чтобы их обрабатывать и получать за счет этого конкурентные преимущества. И поэтому очень внимательно следует смотреть на условия согласия с обработкой персональных данных. В каждом таком согласии есть условия сроки. Например, когда вы на сайте нажимаете кнопку «Отправить запрос» и оставляете свои персональные данные, например, номер телефона, имя отчества, то там рядом должна быть ссылка на документ, который определяет ваше согласие. Если такой ссылки нет, это нарушение, вы можете обратиться в Роскомнадзор, и, скорее всего, Роскомнадзор привлечет этого оператора к ответственности. А если такая ссылка есть, то там есть срок. И если там появляются такие условия, обработка, кажется, бессрочно или до окончания деятельности оператора, то это повод задуматься, конечно. Я бы три раза подумал, прежде чем оставлять свои персональные данные такому оператору. Как проверить, удалены они или нет уже по истечению срока действия этого соглашения? Любой оператор обязан принимать запросы субъектов персональных данных и отвечать на эти запросы. Можно начать с того, что направить запрос в политике конфиденциальности или в другом аналогичном документе, который обязательно должен быть у оператора. Это написано. Если этого нет, это опять повод обращаться в Роскомнадзор. Какие способы защиты персональных данных существуют? И если эти данные попали вдруг в третьи руки, и, соответственно, соглашение мне предусмотрено, насколько я понимаю, что в соглашении может быть прописан такой пункт о том, что допускается передача этих данных в третьи руки? Да, это распространенная практика, потому что существуют специальные организации, которые занимаются профессионально обработкой персональных данных. Далеко не каждый оператор имеет в своем штате таких специалистов лицевой, такой отдел, который занимается обработкой персональных данных. Крупные торговые сети, например, такие отделы имеют, а небольшие предприятия нет. Поэтому действительно они могут передавать эти данные в том числе и третьим лицам, но это происходит на основании договоров обычно, если мы не говорим об утечках. То есть в таких ситуациях, когда персональные данные попали в руки злоумышленников, например, в результате хакерских атак, или в результате выдачи этой информации сотрудникам оператора. Такое очень часто бывает. И в основном персональные данные утекают как раз не в результате того, что совершается какая-то хакерская атака, а в результате того, что применяются методы социальной инженерии. То есть люди, сотрудники сами отдают эти данные очень часто. И вот в тех утечках, которые были, прослеживаются очевидно человеческие следы. То есть это человеческий фактор. Особенно у нас это распространено, поскольку, например, сотрудники отделов по продаже сим-карт, они действительно небогатые люди в основном. И для них потенциальное вознаграждение за торговлю этими данными может быть более существенным, чем страх оказаться привлеченным к уголовной ответственности. А практика какая-то, возмещение вреда в случае распространения этих персональных данных или, может быть, компенсации, она существует? Вот это очень интересная тема, потому что в основном проблемами защиты наших персональных данных занимается государство. И государство и наказывает за утечки персональных данных. И в основном это административные штрафы. Это административные штрафы. Вот на данный момент пока не столь велики. Штрафы не превышают обычно нескольких десятков тысяч рублей. Поэтому мы не можем говорить, что сейчас есть какой-то серьезный и действующий механизм, который бы гарантировал массовую защиту прав граждан. Не индивидуально. Индивидуально каждый может обратиться за компенсацией морального вреда, но это судебная процедура, и, скорее всего, компенсация будет не очень большой. Она будет буквально исчисляться тысячами рублей, даже не десятками тысяч, скорее всего. А вот таких дел, которые бы, как, например, в Соединенных Штатах Америки или в Европе, они были коллективными. То есть это было бы коллективный иск. Таких пока у нас нет. Давайте еще немного поподробнее остановимся на биометрических персональных данных. Сейчас такая популярная достаточно тема. Что к ним относится? Давно ли у нас их собирают? Как их собирают? Да, биометрические персональные данные – это еще, наверное, более интересная тема, чем компенсация за ущерб, причиненный в результате утечек. Биометрические персональные данные в законе определены как данные, характеризующие физиологические или биологические признаки человека. И сейчас в России существует единая биометрическая система. В конце прошлого года был принят закон в декабре, который гарантировал то, что эти данные будут собираться под эгидой государства. Как раз единая биометрическая система – это такая база данных большая, которая контролируется именно государством. И те организации, которые ранее собирали персональные данные биометрические, они обязаны сейчас передать эти сведения в единую биометрическую систему. Но они смогут продолжать ими пользоваться, но уже по решению государства. Так что государство взяло на себя ответственность за обработку биометрических персональных данных. Ну и плюсы, естественно, вытекающие из этого получило. Закон как раз 1 сентября текущего года вступал в силу. И вы как раз могли наблюдать очереди в МФЦ из граждан, которые хотели непременно отказаться от передачи своих биометрических данных государству. Но беда-то в том, что эти люди никогда и данные не передавали в основном. То есть они просто заблаговременно решили написать отказ. Естественно, МФЦ были озадачены, несколько сотрудники таким наплывом. А это было связано как раз с недопониманием того, что никто не будет собирать данные принудительно. Гражданин сам отдаст их, если пожелает того, например, банку. Через банк же можно сейчас передать эти данные. Да, конечно. Банки любят персональные данные своих клиентов, биометрические любят вдвойне. Они им очень нужны. Но здесь, как всегда, с персональными данными есть некоторый компромисс. Вы, отдавая свои персональные данные оператору, должны что-то получать взамен. Если вы получаете, то это вполне стоящий компромисс. Такое можно себе представить. Но если вы не получаете ничего или получаете обещание на будущее, то на такой компромисс наши граждане не готовы. И ведь мы давно пользуемся биометрическими сенсорами. Если сервисом пользоваться удобно, даже если он не очень безопасен, скорее всего, им будут пользоваться. Такое происходит практически всегда. А если данные, которые человек отдает, ничем не компенсируются, или компенсируются какой-то несерьезной, с его точки зрения, компенсации, стимула нет, то тогда он и не будет этого делать. Вот вспомните историю с фан-айди. Ведь для того, чтобы оформить фан-айди для посещения стадиона, для посещения спортивного мероприятия, вам нужно отдать свои данные, в том числе изображения. И многие не ходят на футбол просто потому, что не хотят связываться с фан-айди. И это лишний раз доказывает, что наши граждане очень внимательно относятся к своим биометрическим данным. Вот телесная безопасность, биологическая безопасность воспринимается нами очень остро. И мы по времени пандемии знаем, что далеко не все соглашались на медицинское вмешательство, на вакцинацию, просто из соображений безопасности. И здесь наши граждане можно понять. Они относятся безопасно, но в то же время все сдают эти биометрические данные в те же банки, при оформлении загранпаспорта. То, что были очереди в МФЦ, говорит, что не все с этим согласны. Но при этом они сдавали же свои данные. С банками другая история. Понимаете, банки взамен деньги дают. И если человек не богат, то фактически он может быть принужден к сдаче своей биометрической информации, хоть никто юридически его и не заставлял. Экономическими методами можно это тоже делать. Но здесь есть большая опасность, поскольку биометрические данные неизменны на протяжении всей жизни человека. Ну, за исключением каких-то случаев, когда меняется внешность, например. И, скорее всего, изображение лица и звук вашего голоса останется неизменным на протяжении всей жизни. Поэтому дополнительные риски возникают. И люди это понимают. Поэтому и к своим биометрическим данным относятся очень внимательно. Здесь я их абсолютно понимаю, тем более, что мы не знаем, что будет дальше. Возможно, на основании биометрической информации можно будет делать выводы, которые несовместимы с теми целями, которые мы преследовали, отдавая эту информацию. Хотелось бы еще в завершении задать несколько вопросов. Я, конечно, понимаю, что это целая самостоятельная большая тема про искусственный интеллект. Ну, вот прям, если можно кратенько, как нейросеть может проникнуть в наши кошельки, используя, например, голос, подделывая, какие-то еще другие данные? Нейросеть уже в ваших кошельках, поэтому проникать особенно и туда больше не надо, поскольку искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта активно применяются, в том числе и сейчас, для того, чтобы предлагать вам наилучшее предложение из возможных, чтобы предугадывать ваши желания потребительские, чтобы подать вам такси в удобное для вас место, и причем сделать это во время дождя дороже, когда сухая погода дешевле. Так что здесь беспокоиться не надо. Нейросеть и персональные данные – это тема, безусловно, связанная, хоть, может быть, и не напрямую, но опасаться нейросети не надо, потому что это уже наша жизнь. Это можно также на улицу не выходить и оставаться дома, просто для того, чтобы как-то минимизировать риск того, что вы попадете под машину. Нет, нейросети уже работают, прекрасно работают, чем дальше, тем лучше. И да, есть побочные, естественно, эффекты. Понятно, что как у любой технологии есть плюсы, так и минусы с социальной точки зрения. Можно создать дипфейк, то есть такую картинку или такое движущееся изображение, видео, которое не будет соответствовать действительности. Например, изобразить человека там, где его никогда не было, например. Это возможно уже сейчас. Создать текст за человек тоже возможно. Но если вы спрашиваете о правом регулировании, то я здесь вынужден вас несколько разочаровать, потому что системного правового регулирования нет. Такое, которое бы охватывало все аспекты регулирования нейросетей. И этого просто нельзя обеспечить сейчас. Они появились сравнительно недавно в качестве коммерческих продуктов, но они настолько быстро развиваются, что право за ними точно не успевает. Но оно стремится к этому? Оно, насколько возможно, стремится. Но нейросети действуют по своим правилам, а право действует по своим. И закон о развитии нейросетей гарантирует их гораздо более быстрое развитие, чем развитие правовых норм. Поэтому я бы с большой осторожностью сейчас прибегал к правому регулированию. Сейчас мы находимся на стадии рассмотрения цифрового кодекса. Это документ, который охватит своим регулированием практически все сферы нашей цифровой жизни. Если он будет принят, это будет сигналом к тому, что мы движемся в сторону комплексного регулирования. И все стороны этой новой цифровой жизни будут каким-то образом урегулированы. Но я бы не ожидал от него слишком многого, поскольку, скорее всего, технологии еще дальше уйдут. И это они сделают быстро. Поэтому самый надежный способ обезопасить себя от негативных проявлений искусственного интеллекта, нейросетей и прочих цифровых технологий, это знать о них как можно больше. Я думаю, что это самый лучший способ. Вы сможете отличать продукт, созданный нейросетью, от человеческого продукта. Сможете понять, как действует, например, автомобиль. Сам он передвигается или, например, им управляет человек. Но здесь есть большая сложность. Любое правовое регулирование должно базироваться на моральных основаниях. Ну, в морали, проще говоря. А на соображениях, что хорошо, а что плохо. Но так получается, что сейчас пока не удается договориться. Пока нет единых представлений о том, что может себе позволить, например, самоуправляемый автомобиль. А чего не может. Как ему действовать в случае, если авария неизбежна. Такие ситуации бывают. И в какую сторону ему повернуть? На пешехода и таким образом ему причинить вред. Или въехать, например, в препятствие и причинить вред водителю. Мы не знаем, как порешать эту проблему, потому что она этически неразрешимая. Поэтому пока нет правового регулирования. Мы маленькими шажками идем в эту сторону, но пока значимых результатов нет. И вот очень серьезно тормозит технический прогресс. Потому что вообще-то такие автомобили уже могут передвигаться сами. Они могут ездить без водителя. И они могут не попадать в аварии. И даже попадать в аварии, если даже такое случится, с меньшей вероятностью, чем человек. Говорят, что в перспективе сеть, которая будет состоять из таких автомобилей, она будет гораздо безопаснее, чем наш нынешний трафик. Потому что они смогут общаться друг с другом, передавать друг другу информацию, предугадывать ситуации. Но нам нужно в этот мир попасть. Мы пока еще в другом мире. Там, где есть водители-люди. А потом у нас, наверное, будет такая ситуация, когда будут водители-люди и такие роботизированные транспортные средства. Как у нас сейчас в законе определены, они высокоавтоматизированные транспортные средства. И тогда есть вероятность, что наступит хаос, но, скорее всего, он быстро закончится. Насколько, на мой взгляд, все-таки такого рода самоуправляемые автомобили победят. И это будет совсем скоро. Поживем, увидим. Спасибо большое, Владислав Дородович, за беседу за сегодняшнюю. Это была программа «Город Эсс». В гостях у нас был доцент кафедры Государственного и Административного права Самарского университета Владислав Волков. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин